А вы знаете, чем связана война в Украине с Голодомором 30-х годов? Все знают, что Советский Союз в Украине устроил искусственный Голодомор, при котором было убито до 6 миллионов украинцев. Точное количество неизвестно до сих пор. Но не все знают, для чего Сталин сделал это на самом деле, и как это связано с текущими событиями в Украине. Давайте разбираться. Голодомор был организован в 1932-1933 годах, четко в действующих границах Украины. Можно посмотреть карты в Google 1932 года, где видно Харьков, Донецк, Луган, Запорожье, Херсон. И это все исконно украинские территории. Этот Голодомор был признан 43-мя странами в мире, как геноцид украинского народа. Но Россия списала это на экстравагантную манеру управления Иосифа Сталина. Но так ли это на самом деле было? Какую конечную цель он преследовал? В 1933 году после официального завершения Голода следующим этапом было переселение на вымершие территории новых людей. Было завезено 330 эшелонов россиян с разных регионов и расселены по всей территории Украины. После в Украине стали открываться российские школы и завозить российские учебники и газеты. Россиян селили в дома умерших украинцев и им за это даже доплачивали. Многие думали, что Сталин таким образом подмешивает русскую кровь к украинцам в надежде, что Украина не сможет в будущем идентифицировать себя как отдельная нация и чтобы максимально ослабить и починить украинский народ. Сейчас появляются новые причины такого зверства. Сталин в те времена уже планировал сценарий захвата Украины, если она вдруг решится стать независимой и отделиться от СССР. Сейчас на основании этого сценария Путин и напал на Украину. Донбасс и другие регионы он стал называть исконно русскими, потому что туда были завезены этнические русские. Вот такие страшные комбинации прошлого. Уничтожили 6 миллионов людей ради того, чтобы Украина осталась в составе России. Украинцев не просто убивали, а заморили голодом аграрную страну. Так что получается, Путин просто действует по инструкции, созданной еще Сталином. В этой инструкции куча несостыковок. Не было тогда еще НАТО, Евросоюза. А особенно не рассчитывал он на российскую коррупцию, которая, слава богу, съела путинскую армию изнутри. Что у Путина пока действительно хорошо получается, так это опять уничтожать мирное население Украины. Не так хорошо, как у Сталина, но он старается. Что касается этнических русских, переселенных в Украину в 30-х годах, они успешно ассимилировались, нашли себе украинские пары и впустили вкус свободы. Следующее поколение оказалось уже настоящими украинцами, которые совсем не хотят обратно в страну бесправия и диктата. Надеемся, жду нам немного, стало понятнее, откуда у них ноги растут. И почему некоторые, несмотря на ужасы этой войны, все-таки их ждут. Ну а мы ждем, что будет дальше.